В эфире «Современный разговор» с членом правления Грузинского центра стратегических исследований ЧСА, бывшим генеральным секретарем ГУАН и ОЧС, экс-министром финансов и бывшим первым замглавой МИД Грузии, бывшим послом Грузии в России и Украине, дипломатом Валерием Челашвили. Здравствуйте, Валерий Акадович, рад вас приветствовать. Здравствуйте, очень много времени потеряли, перечисляю все мои регальные, я думаю, что это не нужно, зрители и так знают. Валерий Акадович, это не телевизионная передача и не газетная полоса, где нужно вырезать, чтобы поместить, как говорится, в эфир. Так что вот так. Значит, с чего начнем? Ну, во-первых, сегодня, точнее вечером вчера я увидел информацию о том, что уже начались митинги на Шоттеру Ставель, да, рядом с парламентом. Я уже в своих эфирах говорил, что я на прошлой неделе, прошлый вторник-среда был в Тбилиси, но тогда было все спокойно. И я не мог не записываться с вами в преддверии, значит, исторических парламентских выборов. Я, кстати, очень хотел бы отметить, что очень такое повышенное внимание из Грузии, с территории Грузии, к эфирам, которые я делаю с грузинскими экспертами. Мне попадаются и прозападно настроенные, и пророссийские настроенные. Но вот эфиры с грузинскими экспертами в последнее время смотрят 11-12% с территории Азербайджана и 40-45% с территории Грузии. Ну, не будем в долгий ящик это все откладывать основную тему. Ваши ожидания, то, к чему, как говорится, стремились, мы ожидали, вот час икс близится. Да, да, правильно. Но я попробую сначала немножко откорректировать свои оценки, Россия, потому что начались манифестации, это неправильная формулировка, потому что давно было заявлено о том, что гражданские активисты, неправительственные организации и так далее, это не политические партии. Значит, организовывали митинг, манифестацию, которая прошла вчера. И это не манифестация, это была одноразовая акция и больше оппозиционные настроенные избиратели никаких акций не будут проводить до 26 октября. И она была не перед парламентом, это смысла не имеет, парламент сейчас не работает. Площадь свободы, которая, как ты понимаешь, находится где-то, значит, в трехстах, в пятистах от парламента. Площадь свободы, ну основная площадь, самая главная площадь Тбилиции. Теперь, значит, это была хорошая, значит, такая очень атмосферная, очень позитивная акция, много было людей, флагов. Мы пели гимн Грузии, первый раз исполнили гимн Европейского союза на грузинском языке. Значит, титры на грузинском шли на большом экране, значит, мы все это пели. Очень хороший был настрой. Интересно было, что были представлены все слои населения, и молодежи, и среднего возраста, и пенсионеры. Значит, из политиков выступала только президент Грузии Салуми Зурабишви. И я думаю, что она попала в книгу рекордов Гиннеса России, потому что она объявила со сцены, что у нее родился внук Габриэль. И я думаю, единовременно никто никого не поздравлял с рождением внука. Такое количество, столько тысяч людей одновременно с рождением внука, никого еще в мире не поздравляло, как вчера это поздравляли мы с Салуми Зурабишви. Вот. Ну, потом был концерт. Значит, кстати, надо сказать, что очень корректно себя вела полиция. Она очень грамотная, профессионально перекрывала дороги для транспорта, для того, чтобы дать колоннам манифестующих граждан прийти к Площади Свободы. Ну, это продолжалось где-то, получается, с 7, где-то до 11 часов. И потом люди разошлись, так что это была единоразовая манифестация, которая была проведена оппозиционными силами. Вернее, даже не оппозиционными политическими силами, а оппозиционно настроенным гражданским обществом. Теперь запланирована еще одна акция. Это уже правящая партия будет проводить эту акцию 23-го числа. В общем, и на этом манифестации, так сказать, в Грузии, они до парламентских выборов, во всяком случае, ничего особенного не ожидается. Просто люди определяются со своим выбором, идут горячие дебаты на телевизионных каналах. Все пытаются представить аргументы в поддержку собственной позиции, но это совершенно нормально. Причем, что бросается в глаза, что кроме политических лидеров, очень активно участвует в этих всех дискуссиях гражданское общество. Студенческие движения, неправительственные организации, просто эксперты, деятели культуры, науки, которые вообще не ассоциированы ни с какой политической силой. Ну, как, например, вчера на сцене, например, пели Ниас Дия Самидзе, Нино Катамадзе. Ну, в общем, очень известные, уважаемые люди в Грузии тоже активное участие принимают. И, ну, пока это вполне идет, несмотря на то, что дискуссии жаркие, идет все вполне цивилизованно. Ну, а если ты спрашиваешь о моих ожиданиях, что будет на выборы, да? Ну, я никогда не скрывал, что я, значит, избиратель, оппозиционный избиратель. И, понятное дело, что у всех у нас есть своя политическая заангажированность. И у тех, которые за правящую партию, и у тех, которые за оппозицию. Ну, я попытаюсь сейчас представить объективные факторы, которые, по моему мнению, будут влиять неизбежно на результаты выборов в Грузии. А эти факторы следующие. Значит, первый раз в Грузии проходит избирательная кампания и система пропорциональной, в принципе, пропорциональных сил. Мажоритарных не будет. Это раз. Два. Значит, грузинская мечта никогда в пропорциональных списках не получала больше 47%. Это был ее максимум. Это два. После 2020 года, после последних парламентских выборов, значит, многие люди разочаровались в грузинской мечте. Ну, в частности, например, можно сказать о глубокой политической метаморфозе, которая произошла двумя крупными политическими игроками. Это президент Грузии Саломес Дурабишвили. Это бывший премьер-министр грузинской мечты господин Георгий Гахарь. Сегодня президент Грузии является главным координатором оппозиционных сил. И Георгий Гахарья является лидером одной из четырех политических основных партий, которые неизбежно пройдут в парламенте. Теперь. Это чистая арифметика, что понятно, что из этих 47% и Саломес Дурабишвили, и особенно Георгий Гахарья, часть поклонников грузинской мечты были с собой. Напоминаю, что Георгий Гахарья был номером один в 2020 году и привел грузинскую мечту к победе. Далее. Я вокруг себя вижу очень много людей, которые были поклонниками грузинской мечты и которые сегодня грузинскую мечту не поддерживают по понятным причинам. Последний один год – это отклонение от европейского курса и так далее. Это очень болезненно воспринимается грузинским обществом, большинство которого настроено на европейский вопрос. Но я не знаю ни одного человека России, который раньше бы не голосовал за грузинскую мечту, а теперь хочет за нее проголосовать. Таких людей в природе не существует. Следующий фактор – 145 тысяч новых граждан будет голосовать. Это молодежь, понятно, в возрасте от 18 до 23 лет. И молодежь особенно настроена против грузинской мечты, потому что у молодежи по понятным причинам гораздо более проевропейские устремления, чем у людей старшего возраста или чем у пожилых людей. Это понятно, потому что они ассоциированы с Европой, они ездят в Европу. У нас тут лоукосты летают, Airbnb. За 300-500 евро можно позволить себе недельный тур куда-то. Каждый практически студент 70-80 процентов хотя бы раз побывали в Европу. А никого не тянет в Россию тоже по понятным причинам, потому что эмоциональный контекст, особенно после начала этой варварской войны с Россией, совершенно негативный. Грузины, которые там находятся в Москве, большинство из них, да не только грузины, мы помним эти драматические события на пограничном переходе Ларс, когда после объявления частичной мобилизации президентом Путиным сотни тысяч молодых россиян ломанулись за пределы России. И многие из них как раз тогда, значит, переприехали в Грузию. А что говорить о грузинах, которые находятся в Москве? Они все покупают здесь недвижимость, возвращаются сюда, переносят бизнес и так далее. И никто, конечно, не думает о том, чтобы уехать в Россию. Никакой привлекательности Россия сегодня не пользуется. Ну и еще один объективный фактор – это то, что гораздо активнее принимает участие в голосовании наша диаспора, которая находится в основном в Европе и в Соединенных Штатах. Значит, зарегистрировалось более ста тысяч человек. Значит, и понятно, что тот, кто сейчас зарегистрировался, зарегистрировался для того, чтобы принять участие в выборах. А это, значит, на 90-95 процентов – это сторонники оппозиции, потому что никогда раньше грузинская мечта выборов на участках, которые организовывались за границей, никогда успеха не добила. Ну вот я вот перечислил основные, значит, факторы объективного характера, которые мне говорят о том, что, несмотря на все это, однако, грузинская мечта будет политическая партия, которая наберет больше всего голосов, больше других политических партий. Но я думаю, вполне реалистично ожидать, что две следующие за ней оппозиционные политические партии – Единое национальное движение и следующее, которое не вполне ясно, кто это будет, они вдвоем наберут больше голосов, чем грузинская мечта. А все вчетвером, вот основные политические оппозиционные колонны, которые идут в парламент, они, я думаю, наберут вместе где-то там 60-65% голосов плюс-минус, то, значит, создаст такую хорошую прочную основу для коалиционной работы оппозиционных политических сил в будущем парламент. – То есть я понимаю, что конституционное большинство голосов, по вашим словам, грузинской мечте не светит? – Не светит ни конституционное большинство, ни простого. – Понятно. И что в этом случае тогда нам ожидать? Вы говорите, что… – Ничего нормального, мы же пока… – Чисто арифметически, я так понял, что больше голосов наберет мечта. – Да. Но в таком случае как будет дальше развиваться, значит, политическая система? – Ну, по конституции правящая партия, которая набирает больше всего голосов, она имеет право выдвинуть кандидатуру премьер-министра. И первая попытка будет сделана грузинской мечтой, потому что это будет первая политическая партия по количеству набранных голосов. Но этот кандидат провалится, потому что, значит, все четыре оппозиционные политические силы, которые проходят парламент вслед за грузинской мечтой, они подписали хартию, которую предложила президент, где говорится черным по белому, что это проевропейский выбор, что они будут в коалиции, а никто из них не создаст коалиции с грузинской мечтой. Поэтому грузинская мечта предложит кандидата в премьер-министры, этот кандидат не наберет необходимое количество голосов, и тогда, значит, в результате консультации коалиционного, значит, коалиции внутри парламента будет выдвинут от них, значит, премьер-министр, он получит большинство голосов, представит кабинет министров, и он начнет работать в нормальном режиме. Правда, вопрос заключается в том, будет ли это полноценное правительство, которому все четыре политические партии дадут мандат работы на следующий парламентский цикл, четыре года, либо, что очень популярно сейчас в Грузии, значит, это будет техническое правительство, которое будет работать в течение одного года, и затем будут объявлены досрочные выборы. Смысл заключается при этой ситуации в том, что, значит, мы должны первым делом, так сказать, стабилизировать ситуацию, это правительство должно, экономическую, политическую, оно должно выполнить те условия, которые позволят нам открыть переговоры о членстве с Европейским Союзом, и подготовить и законодательно, и практически, и процедурно все условия для того, чтобы провести через год в Грузии выборы, которые должны быть просто, ну, такими примерными выборами, у которых ни у кого не возникнет никаких вопросов, это будут честные, свободные, открытые выборы, где в том числе и оппозиционная грузинская мечта тоже будет принимать, понятное дело, участие, и это правильно, но ни у кого не будет России ни административного, ни финансового, исключительного монопольного ресурса повлиять на эти выборы. И, наконец-то, мы действительно получим палитру в парламенте представительства политических партий, которая ясно нам даст понять, собственно, в стране каких политических предпочтений мы живем. И мы, наконец, получим ответ на вопрос о том, сколько у нас избирателей поддерживает прорусские партии, или какая политическая партия из других получает большинство и так далее. Я думаю, это настолько важная задача и для нас, для самих, для Грузии, чтобы понять, в каком обществе мы живем и куда мы стремимся. Раз. И, во-вторых, конечно, это очень сильно продвинет нас на пути евроинтеграции, потому что свободные открытые и справедливые выборы, и способность обеспечить такие выборы и их проведение, это является очень важным компонентом, по которому оценивают европейские партнеры наши, степень готовности к Грузии ближе. И не только в Грузии, а в любой стране кандидату это в равной степени. Валерий Николаевич, я так понял, что вы, конечно, через год будет внеочередной парламентский уровень. Правильно я понял? Да, это один из вариантов развития степени. Так, хорошо. Техническое правительство. Вы воспринимаете меня как незнайка, который ничего не знает. Я реально спрошу вас. В течение этого года абсолютно большинство не получает грузинской мечты. В таком случае, как будет определяться и назначаться президент страны? И в течение этого года, значит, будет ли отменен закон об иностранном влиянии? Да. Значит, не только этот закон, но и ряд других законов, за которые очень жесткая была критика Европейским Союзом, правительственной партии, правительства и парламента, они будут отменены. Прежде всего, этот закон, который называется лицемерно законом о прозрачности иностранного влияния, но который точно такой же закон об иноагентах, потому что этот закон не о прозрачности России. С прозрачностью никаких проблем нет. Этот закон о том, что он стигматизирует неправительственные организации, делает специальный реестр, внимание, организаций, которые проводят иностранное влияние в Грузии. То есть они агентами не называются, они называются организациями, которые проводят иностранное влияние в Грузии. И считают, что это вообще еще куча. То есть получается, что я, например, я человек, который 30 лет карьерной дипломатии отстаивал интересы собственного государства, и многие меня знают, как я это делал и в моей стране, и в Азербайджане, и в Армении, в регионе, и вообще в мире. Значит, люди, которые, когда я этим занимался, в детский сад еще не ходили, они будут меня клеймить, как агента иностранных сил, которые проводят их влияние в моей стране. Это недопустимо, нетерпимо, это оскорбительно. Поэтому даже конституционный иск, который мы подали неправительственной организацией в Конституционный суд с просьбой отменить этот закон, он касался не всего закона, а именно вот этой его части, которая подразумевала регистрацию и специальный список вот этих организаций. А ту часть, которая говорила о транспарентности, что мы должны представлять какие-то там данные финансовые и так далее, это вообще никаких проблем не вызывает, потому что это природа неправительственных организаций. Если ты не будешь транспарентен, не будешь в подотчете, не открыт в своих, так сказать, финансовых делах, ни один донор с тобой разговаривать не сядет, ни копейки, ни цента, ни евро тебе не даст вообще никогда. Это любой человек, который имел какое-то отношение к неправительственным организациям, он это очень хорошо понимает. Поэтому эти законы будут отменены, это 100%. Значит, сразу начнет работу это правительство с точки зрения экономической стабилизации. Это, я думаю, важно будет провести прежде всего судебную реформу для того, чтобы вернуть доверие грузинской судебной системе и таким образом способствовать в том числе и привлечению прямых иностранных инвестиций, которые находятся сейчас на катастрофически низком уровне. На катастрофически низком. Стабилизация политическая, которая будет подразумевать возвращение на нормальный трек сотрудничества с нашими стратегическими партнерами. Работа над девятью пунктами. И подготовка к выборам. Значит, выборы центральной избирательной комиссии, председателя, который будет обладать непререкаемым авторитетом и репутацией в обществе. И подготовка свободных и справедливых открытых выборов. Вот это будут, как я вижу, основы задачи, если мы говорим о техническом правительстве. Но я не исключаю, что коалиционные силы договорятся о том, что о каких-то фигурах, которые возьмут на себя ответственность не в рамках одного года, а в рамках всего парламентского цикла четырехлетнего. И если они получат соответствующий мандат от коалиционных сил, вот, такое тоже может произойти. Просто, значит, сейчас трудно уже об этом говорить, потому что это, вы понимаете, что это зависит от того, сколько мандатов у каждой политической силы там будет, кто какую роль будет играть, кто какую будет отстаивать позицию и так далее. Сейчас прогнозировать это тяжело. Но вот эти два основных варианта, они лежат на столе. Валерий Павлович, я уже отметил, что я на прошлой неделе был в Тбилиси. Что я могу сказать? Значит, очень много молодежи, очень много молодежи. Я в гостинте жил, потом ходили по магазинам. Правда, я всего один день был. Все говорят исключительно буквально все на английском языке. Только вот в одном месте по-русски мне отвечали. Вот в ресторане в одном по-русски отвечали. А так все, значит, по-английски. То есть, получается, можно сказать, что у вас молодежь, как вы отнесли, она интегрирована на более, вот, хотелось бы, евроинтеграция. Но мы с вами можем друг друга отнести, значит, к старшему поколению, представителям старшего поколения. Нет. У меня вот вопрос какой-то остался вот по поводу президентства. Будет ли Зорубишвили дальше президентом? Потому что еще, по-моему, министр финансов говорил, что в случае победы грузинской мечты может стать президентом сам Бедима Иванишвили. И вот у меня эксперты, в основном люди тоже старшего поколения, тоже вот попадается то про западное настроение, как я вам сказал, про российские. И вот они, те, кто про российские, они говорят, что, значит, западно эти демократические институты, они нам ничего хорошего не принесли, не принесут. То есть они, да, они финансируют наши некоммерческие организации, неправительственные, но не вкладываются в строительство каких-то фабрик, заводов и так далее, предприятий. Ну, во-первых, Россия, очень правильное наблюдение, что молодежь, она практически англоязычная, мало кто говорит на русском языке, ну, потому что, понимаешь, нет никакой мотивации. Потому что, ну, кто сегодня поедет в Россию, да, значит, или получать образование там, или, ну, смысла, Россия это очень непривлекательная страна, где нарушаются права человека, убивают политических оппонентов под стенами Кремля, сажают в тюрьму, где невозможно вообще, вот вчерашнее, например, да, ну, совершенно цивилизованное поведение и манифестантов, и полиции, вообще ни одного эксцесса. Значит, все очень приветливо улыбают, попробуйте что-нибудь такое организовать сегодня в Москве или в России где-нибудь, или просто с белым листком, выйти вот просто с белым листом, как выходят сейчас российские отдельные оппозиционеры, сразу тюрьма, да, поэтому, значит, Грузия уже другое общество, другая страна, она, это несовместимо то, что сегодня, кроме того, что вот эта варварская война, убивают детей, крадут детей, женщин, стариков и так далее, Мы же это все видим, понимаем, это все, и у нас совершенно другой эмоциональный контекст отношений с Украиной, поэтому к России у молодежи никакого влечения нет, и как раз это говорит о том, что вот те 145-150 тысяч новых избирателей в лице молодежи, которые придут на выборы, они 90-95% проголосуют против грузинской мечты за ту или иную оппозиционную партию. Теперь, значит, я слышал эти нарративы от некоторых грузинских экспертов, значит, и, конечно, они имеют свое право, так сказать, свое право имеют высказывать свои собственные мысли, Просто, значит, эти рассуждения о том, что Запад — это новый европейский западный неоколониализм, и они высасывают из Грузии все ресурсы, и на самом деле ничего нам не дают, а, значит, создают только проблемы и так далее. Ну, этот нарратив не выдерживает никакой серьезной критики, и я здесь, значит, хочу привести два примера, которые очень хорошо, ну, два, даже три примера, которые очень хорошо будут понятны нашей азербайджанской аудитории, а не только грузинской. Первый пример заключается в том, что у Грузии сегодня полностью обеспечена энергетическая независимость и энергетическая безопасность. А происходит это во многом благодаря тому, что у нас очень хорошо, грамотно, правильно, фундаментально выстроены отношения с Азербайджаном на уровне государств и на уровне... Теперь вопросы. Западные инвестиции, западные инвестиции. Значит, каждый может посмотреть структуру акционеров крупных инфраструктурных проектов, которые были обеспечены, так сказать, и проведены через Грузию благодаря трехстороннему стратегическому партнерству Турция-Грузия-Азербайджан. Это BP, это Standard Oil и так далее. То есть основные западные капиталы, которые обеспечили, значит, осуществление этих инфраструктурных проектов. И когда после варварского нападения России всю Европу лихорадили по поводу газовых цен, и они скакали там от трехсот долларов за тысячу кубических метров до четырех тысяч долларов вверх-вниз. И надо отдать должное, кстати, попутно скажу, Усули фон дер Ляйен, как она провела через этот сложный период Европейский Союз и сегодня энергетическое давление России сошло на нет, благодаря ее грамотным действиям. Но это были очень сложные. А в Грузии кто-то почувствовал, что у нас какие-то проблемы вообще с поступлением, с обеспечением газа. Нет, никто не почувствовал. Потому что благодаря нашему партнеру Азербайджану и многомиллиардным инвестициям в западных крупных концернов мы реализовали эти инфраструктурные серьезные проекты, которые обеспечивают бесперебойную и надежное обеспечение энергетической безопасности. И те эксперты, которые говорят о том, что никто ничего в Западе не делал, они тоже прекрасно пользуются газом в своих квартирах, которые за счет этого сотрудничества получают. Это раз. Теперь второе. Значит, крупные инфраструктурные проекты, собственно, в Грузии. Например, магистраль, автобан, восток-запад. Который очень важное значение имеет. Почему это имеет отношение к Азербайджану? Потому что азербайджанские туристы, ну, сейчас, к сожалению, у нас по объективным причинам закрыта граница сухопутная, но она будет открыта. Но когда она была открыта, то вы же приезжали, Иросим, и ты приезжал, и так далее. Вы видели, какие дороги, автобаны и так далее. Практически безболезненно можно уже доехать до Батуми. Там остались некоторые участки. Кстати, они давно должны были быть введены в действие. Ну, хорошо, там через год-два, в общем, мы получим уже сплошную автомобильную магистраль. Баку, Гянджа, Красный мост, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Трабзон, Анкара, Стамбул и далее в Европу. Спрашивается, кто вкладывал деньги в это все. А вкладывали в это все деньги группа мирового банка, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Азиатский банк развития, в котором, кстати, большую часть доли имеет Япония и другие западные государства. И это, значит, прямой вклад, так сказать, в развитие грузинской экономики, потому что бизнес это прежде всего, это энергетика, бесперебойное обеспечение электричеством, газом и дорога. Значит, ну, как пример могу сказать, что, например, бизнес-активность в Горе, которые находятся там в 70 километрах от Тбилиси, стала активно развиваться после того, как был построен автобан Тбилиси-Горь. Потому что уже из Тбилиси до Гори за 40 минут можно доехать, и понятное дело, что это генерирует новые возможности. Теперь третий пример приведу, который отчасти тоже к Азербайджану имеет отношение. Это уникальная программа борьбы с гепатитом в Грузии. Сотни миллионов долларов в эту программу вложили Соединенные Штаты. И почему говорю, что это имеет отношение? И, кстати, грузинская мечта в своих предвыборных сейчас этих самых говорит, что мы излечили от гепатита 90 тысяч населения Грузии. Правда, забывают говорить, что это сотни миллионов, это американцы профинансировали эту программу. Почему говорю, что имеет отношение и к азербайджанским нашим друзьям? Потому что я знаю случаи, когда граждане Азербайджана и Армении принимали грузинское гражданство для того, чтобы стать участником этой программы. Потому что это лечение очень дорогостоящее России, и людей можно понять. Я могу дальше перечислять много чего, почему сотрудничество с западными инвесторами и стратегическими партнерами, оно таким образом позиционирует Грузию в системе региональных и международных глобальных отношений, что это является основой, крупной основой грузинской государственности. Когда люди говорят о том, что мы боремся с неоколониализмом, мы восстанавливаем суверенитет, можно подумать, что это Европейские союзы или Соединенные Штаты оккупировали части Грузии, а не Российская Федерация. И, кстати, по поводу внешнеполитической ситуации, кто голосует против грузинских резолюций, можно посмотреть, и кто голосует за, и кто поддерживает политику непризнания этих оккупированных территорий независимым государством. Соединенные Штаты специально приняли решение Госдеп о том, что ни доллара в качестве помощи от Соединенных Штатов или каких-то программ не получит ни одна страна, которая признает независимость так называемой Абхазии и Цхенвальского региона. Теперь после всего этого надо быть или очень поверхностным экстертом, или просто очень неблагодарным человеком для того, чтобы обвинять в бедах Грузии Запад и кивать в сторону России и говорить, что вот это наши там братья по вере и так далее, и надо это традиционные ценности. Это еще отдельная ситуация, это спекуляция с традиционными ценностями. Можно поехать, например, в Таллинн, в Эстонию, и спросить у эстонцев, которые сегодня добились потрясающих экономических успехов после вступления в Европейский Союз в Россию, у них GDP, ВВП на душу населения 32 тысячи долларов. Это по сравнению где-то с 8 тысячами долларов в Азербайджане и в Грузии, и по сравнению с 14 тысячами долларов в России. И спросить у эстонцев, вынуждены были ли они пожертвовать какими-то своими национальными традициями и так далее, в пользу экономического такого рывка и прогресса, который вы достигли, потому что это страна, которая сегодня идет выше среднеевропейских, не среднеевропейских, а показателей в Европейском Союзе, это выше. А эти страны, между прочим, находились с нами в Советском Союзе в 90-м году, и приблизительно уровень экономического развития был один и тот же. Поэтому мне очень грустно, когда, и, конечно, очень хорошо, что люди высказывают свое мнение и так далее, но надо их высказывать с опорой на какие-то цифры, на какие-то, так сказать, объективные факторы и так далее, но обратиться такими лозунгами, что вот эта самая Грузия подвержена неколоналиализму, из нее высасывают все ресурсы и, на самом деле, пытаются навязать ей какие-то чуждые ценности и так далее. Ну, этим людям надо почитать наших классиков, там, Александр Дахасбеги, там, Илюч Авчавадзе и так далее, которые говорили о том, чем является Европа на самом деле для Грузии, и просто ретроспективно, спокойно сесть и проанализировать тот путь, который Грузия прошла в течение этих 30 лет и посмотреть вокруг себя. И они поймут, ну, если они хотят, конечно, это воспринимать и понимать, но если у человека такая установка, то с этим ничего поделать нельзя. Ну, я попытался вот некоторые объективные какие-то, насколько можно было в короткой беседе привести данные о том, что на самом деле означает проевропейский курс Грузии и каким образом он способствует укреплению грузинской государственности, нашего авторитета и нашей суверенности, степени нашей суверенизации в системе региональных и международных отношений. Валерий, короче, я так говорю, что кто будет президентом, это пока время прогнозировать не будем, да? Да, кто будет президентом, да, извини, пожалуйста, коротко скажу. У нас президент будет избираться по новой системе, это будут непрямые выборы, это будет 300 человек, так называемых, это 150 человек, это члены парламента, и еще 150 человек, члены муниципальных парламентов, например, парламента Аджарии, парламента Абхазии в изгнании, и еще ряда региональных муниципальных собраний. Эти 300 человек будут избирать большинством нового президента. Значит, в случае победы коалиции не исключаю, что госпожа Соломезу Рабишвили останется на второй срок, это фигура, которая всех устраивает, тем более, что она очень-очень серьезно помогает сейчас, и она говорит, что очень важно, она говорит на одном политическом языке с европейскими лидерами, и они ей очень доверяют и верят. Поэтому я думаю, что будет очень-очень полезна она как президент на второй срок, но если как-то грузинская мечта каким-то образом попытается или сохранит как-то власть и так далее, но я уверен, что это вернет Грузию в очень серьезную, кризисную, прежде всего с экономической точки зрения, потому что все эти системные поддержки, о которых я говорил, они прекратятся, об этом прямо говорят сегодня наши партнеры, потому что Грузии оказывалась эта системная макроэкономическая поддержка как к кандидату в Европейский Союз и стране, которая разделяет европейские ценности и принципы сотрудничества. Если мы на этом говорим стоп и нет, тогда Грузия превращается не в привилегированного и стратегического, а в обычного партнера, с которым будут развивать отношения. Например, такого же типа отношений, как у Европейского Союза с Азербайджаном. Но отличие Азербайджана от Грузии заключается в том, что Азербайджан в экономическом смысле серьезная сила и самодостаточная структура. Во всяком случае, даже если брать энергетический сектор, то у вас гарантированы миллиарды долларов дохода. Впоследствии вот того контракта века, который еще Гейдар Алиевич подписывал, вообще тогда он разыграл гроссмейстерскую партию с этими акулами, так сказать, акулами империализма с этими международными корпорациями. Это еще предстоит вообще исследователям еще разобраться в том, каким образом Гейдар Алиевич разыграл эту гроссмейстерскую партию, обеспечив Азербайджан таким практически неисчерпаемым ресурсом. А у Грузии-то этих ресурсов нет. Наша сила заключается именно в том, заключалась, что наша финансовая экономическая, ну больше финансовая банковская система, она интегрирована в западную систему. Мы пытались вот этой макроэкономической такой помощью с Европейского Союза и пытались утвердить себя как страна, которая продвигает европейские ценности за сегодняшними границами Европейского Союза на юго-восток. И в этом была наша ценность в глазах Европейского Союза и в глазах окружающих наших соседей. Если мы этого лишимся, то я думаю, что очень тяжелые времена ждут нас с точки зрения экономической. Будет очень дальше, так сказать, шататься политическая ситуация. И, значит, в этом случае кто бы ни был премьер-министром или президентом, им вполне может быть в этом случае и господин Визина Иванишвили, они столкнутся с очень серьезными вызовами. И у меня на сегодня, например, нет никаких рецептов, которые бы помогли им из этой ситуации выйти. И в этом отдает себе отчет, и я думаю, что и большинство грузинского населения тоже. И сегодня, например, последнее, вот сегодня 12 министров иностранных дел или министров по европейским делам, 12 европейских, это Франция, Германия, Швеция, Дания, Люксембург, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша и другие, значит, еще на Грузии, где очень четко объясняют все возможности, которые Грузия имеет, значит, если она продвигается на пути в Европейский Союз, и то, что случится, если Грузия, она просто... Мы же выбираем даже не то, там, не внешнеполитический вектор России, мы 26 октября выбираем, в какой стране мы хотим жить. Вот. И одно дело, если мы строим нашу государственность в стратегической парадигме сотрудничества с нашими европейскими и американскими партнерами, которые вложили миллиарды долларов в становление грузинской государственности, либо мы скатываемся на орбиту Российской Федерации, которая кроме проблем, значит, оккупации и там посягательства, и там ущемления университета Грузии, мы ничего... И, собственно, мы не одни такие. По всему периметру у всех стран есть свой опыт взаимодействия с Российской Федерацией. В этом смысле я ничего нового не делаю. Спасибо большое, Валерий Казанович. Я вам все-таки задам проекционные вопросы, но я с вами обычно широкий спектр вопросов. Обсуждаем, как вы сегодня можете... Я, как азербайджанский журналист, должен спросить вас, как вы можете охранять сегодня по состоянию дел между Баку и Ереваном? Да, ну, я... Самое хорошее слово, которое подходит всем, я думаю, стагнация. Эта стагнация связана, наверное, с тем, значит, что происходит вне региона. Прежде всего, наверное, это выборы в США. От этого будет зависеть многое. Вот, и как-то вот мы сейчас находимся на той ситуации, когда обе эти войны, та, которая идет в Европе между Россией и Украиной после этой агрессии варварской, и на Ближнем Востоке между Израилем и его противниками, как-то мы находимся на таком периоде, когда, так сказать, наступает полоса решительных каких-то действий и решений. Вот, и это тоже, кстати, наверное, влияет, но я очень надеюсь, что переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, мы его не видим, но и не нужно, чтобы мы его видели, главное, чтобы он проходил, чтобы дипломаты делали свою работу и систематически, системно пытались сблизить собственные позиции для того, чтобы приблизить день подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, без которого не будет полноценного региона Южного Кавказа. И поэтому я много раз это говорил и сейчас скажу тоже. Если кто-то после Азербайджана и Армении заинтересован в мире между двумя нашими соседями, это прежде всего Грузия, потому что это наш регион, и нам втроем решать, каким регионом он будет. А он будет успешным регионом, только в том случае, если это соглашение будет подписано, и мы наконец-то займемся трехсторонним сотрудничеством Южного Кавказа для того, чтобы решить, что с нашим регионом все нам втроем делать и что из него строить в будущем. Валерий Николаевич, вы как дипломат, как политик выступаете за евроинтеграцию Грузии. Сегодня, точнее вчера, события тоже исторические происходили, сегодня подводят итоги в Молдове. Что вы можете сказать по итогу воспредварительному? Ну, насколько я знаю, там с очень небольшим перевесом, с очень небольшим, буквально там 51 на 49 процентов, значит, население Молдовы отдало голос на евроинтеграцию Молдовы. Это очень, если и победа, то это очень шаткая победа. Я думаю, будущему президенту и будущему правительству надо сделать, и все условия для этого у Молдовы есть. И открытые двери, и помощь Европейского Союза. Недавно было принято решение о выделении двух миллиардов долларов в поддержку Молдове. Это для такого государства, компактного, к которому, собственно, и Грузия относится, значит, как и Молдова. Это очень серьезные ресурсы. Вот. По всей видимости, будет второй тур президентских выборов, где Майя Сандул опережает второго, там, бывшего генерального прокурора. Но, значит, это будет решаться, по-моему, через две недели или через три недели. Будет... 3 ноября, по-моему. Да, 3 ноября. Посмотрим, значит, как это все закончится. Но я рад любому успеху наших молдавских партнеров, потому что их успех, это и успех наш общий тоже. Всех людей, которые выступают за виброинтеграцию в Юго-Восточную Европу. Вот эти две недели и наличие Приднестровья и России как-то могут помешать этому государству в плане дальнейшего шагу в сторону Европы. Да, да, нет. Россия, я думаю, делала... И, кстати, это не я говорю, это люди, которые гораздо лучше меня разбираются в этом. Парламентарии Молдовы на конкретных примерах показывали, каким образом хочет вмешаться в эти процессы Российская Федерация. Но я думаю, что соответствующие уроки будут извлечены. Действия предприняты для того, чтобы обеспечить свободное волье и заявление молдавского населения без всякого насилия с какой бы то ни было стороны. В общем, ну, очень на это надеюсь. Но у Молдовы есть все шансы воспользоваться этим уникальным окном возможностей, которое сегодня открылось с точки зрения ее членства в Европейском Союзе. Хочу пожелать нашим молдавским партнерам всяческих успехов на этом пути. А как может развиваться стена, если, допустим, сам выиграет или же проиграет выбор второй тур? Урасим, сейчас об этом говорить, я думаю, никакого смысла большого нет. Просто были случаи в истории Молдовы, когда были значит патриотические силы во главе Молдовы и когда были откровенно пророссийские силы. Но, тем не менее, все равно Молдова всегда находила в себе силы выйти из этого зигзага и встать на дорогу евроинтеграции и сближения с Европейским Союзом. По-моему, и я очень рассчитываю и желаю успеха на этом пути нашим партнерам в Молдове и в этот раз успехов. Но, кто будет президентом и что потом будет, сейчас это не имеет смысла говорить. Ну, ясно, что преимущество имеет Майя Санду, но как будут перераспределены там голоса во втором туре и как это все произойдет и кто будет лучше и больше мобилизован в поддержку кого, ну, это предстоит увидеть. Сейчас говорить об этом это будет слишком спекулятивной характерности. Спасибо большое, Валерий Карлович. Естественно, что вся наша беседа в подавляющем 90% было посвящено ситуации в Грузии, но я в принципе посчитал необходим задать эти вопросы про Азербайджан и Армении и вот то, что путь идет Грузии, тот же путь в принципе проходит Молдова. Спасибо большое, уважаемые господа, вы смотрели интервью с членом правления Грузинского Центра статистических исследований ЧСААК с профессиональным дипломатом Валерием Карловичем Чичалашвили на моем авторском пиканале «Современный разговор» с Расим Бабаем. Еще раз вас благодарю, Валерий Карлович. Спасибо, Расим. Было очень приятно с тобой быть в эфире и успехов нашим зрителям. До новых встречи. Редактор субтитров Редактор субтитров